Вечер. Я рад снова быть в этом зале. Я уже рассказывал про макроэкономику в конце прошлого года, делал общий обзор. Сегодня будет несколько более сфокусированная на конкретной теме лекция. Лекция, посвященная долгосрочному экономическому росту. Сегодня я позволю себе нарисовать довольно простенькую модельку, довольно известную модельку, посвященную экономическому росту, и пообсуждать на темы, которые связаны с этой моделью и которые идут далеко за ее пределы. Так, куда надо вообще? Почему-то не работает переключалка. Давайте. Первый слайд, который за этим должен следовать, это объявление о двух днях открытых дверей, которые в ближайшее время пройдут в Российской экономической школе. День открытых дверей программы «Магистр экономики», которую я имею честь руководить, он пройдет завтра вечером в РЭШ, так что если кто-то из вас размышляет о поступлении к нам на магистрскую программу, или знает друзей, которые размышляют о поступлении на эту программу, то приходите завтра в 6.30 к нам на Нахимовский проспект. А 19 числа в субботу пройдет день открытых дверей нашей новой программы, бакалаврской, которую мы открываем совместно с Высшей школой экономики. Это программа двух дипломов, и если у вас есть знакомые, которые интересуются поступлением на бакалаврскую программу по экономике, то, соответственно, тоже приходите и послушайте, зовите этих знакомых. Вот, собственно, это и этот слайд с объявлениями. Объявления пока на нем еще не высветились. Так, и куда показывать? Отлично. Вот, собственно, то, что я уже проговорил. Вы можете зарегистрироваться на эти дни открытых дверей, но, собственно, регистрация там, мы просим вас регистрироваться, но это не обязательно. Сайт у нас ness.ru, от слова New Economic School. Хорошо, давайте перейдем к макроэкономике, собственно. Когда мы говорим про долгосрочный экономический рост, мы говорим про некую длительную перспективу, которая измеряется многими десятилетиями. Мы видим, что страны в течение длительного периода времени растут, точнее, их экономики растут. Люди, живущие в этих странах, становятся в среднем все более и более богатыми. И вся макроэкономика, ее условно можно разделить на две части. Долгосрочный экономический рост и краткосрочные циклические колебания. Циклические колебания – это то, что, может быть, привлекает большее внимание в ежедневной прессе, поскольку здесь речь идет о росте экономики в течение одного года или, может быть, одного квартала. Все темы такие, как экономические кризисы, рецессии, взлеты, падения, изменения роста от одного квартала к другому – они все содержатся в этой теме экономический цикл. Но сегодня мы будем говорить как раз о другом, о долгосрочном росте, который происходит в течение длительных периодов. Если говорить чисто методологически, чем отличается долгосрочная перспектива от краткосрочной, с точки зрения экономического моделирования, экономической теории, то можно определить это таким образом, что в долгом периоде любая переменная может измениться. Когда мы говорим про короткий период, мы часто говорим, что капитальные мощности в экономике более-менее фиксированы. Количество зданий, сооружений, заводов, оно быстро измениться не может. Для этого требуются многие годы инвестиции для того, чтобы изменить капитальные мощности, которые есть в экономике. Поэтому, когда мы анализируем, например, текущий их экономический кризис, то мы предполагаем, что производственные возможности экономики – они вот такие. И вопрос, используются эти возможности или не используются. Когда же мы говорим о долгом периоде, то все переменные, включая уровень технологий, включая капитальные мощности, включая законы, экономические и политические системы, все это со временем может меняться в зависимости от обстоятельств. А ключевая идейная вещь здесь, то есть ключевое отличие идейного долгосрочного роста от круглосрочных колебаний заключается в том, что в долгосрочной перспективе рост экономики определяется тем, сколько экономика может произвести. То есть теми ресурсными возможностями, которые есть у какой-то страны. В коротком периоде, когда мы говорим про какой-то кризис, это может быть не обязательно так. После падения, которое произошло в России, во время падения, которое произошло в России в 2009 году, производственные мощности, собственно, не уменьшились. У нас по-прежнему были те же самые мощности, что и в 2008 году, но почему-то произвели мы на 8% меньше. То есть мы просто не использовали наши существующие ресурсы. В долгосрочной перспективе мы предполагаем, что все ресурсы используются, и сколько мы можем произвести, и сколько мы производим, зависит от наших возможностей, а не от таких вещей, как совокупный спрос. То есть сегодня про совокупный спрос я вообще не буду говорить. В то время как, например, на лекции, которые я читал, кажется, в декабре, в конце прошлого года, как раз большая часть лекции была именно про совокупный спрос и то, как правительство может на него влиять. То есть какие вопросы я буду затрагивать в этой лекции? Ну, например, почему развитые страны растут с постоянной скоростью примерно в 2-3% в год в течение уже многих-многих десятилетий? Это такой наблюдаемый и стилизованный факт. Если посмотрим на Америку, посмотрим на Европу, именно так происходит в этих странах. При этом многие развивающиеся страны растут намного быстрее. Китай растет со скоростью 10% в год уже в течение последних 30 лет. Ну, примерно 10% в год. С другой стороны, есть другие развивающиеся страны, которые растут намного медленнее и не растут вообще. Меня, кстати, в интернете уже пожурили после предыдущей лекции, что я нерешливо пожонглировал данными по поводу роста в разных странах. Но, тем не менее, если мы посмотрим на развивающиеся страны, такие страны, как Китай или Латинская Америка, то до китайских реформ китайская экономика росла медленнее, чем остальной мир. Поэтому Китай терял свою долю ВВП в мировой экономике. И то же самое касается большинства латиноамериканских стран. В то время, как в последние десятилетия как раз и многие латиноамериканские страны, и Китай растут, наоборот, быстрее. В общем, эти вопросы, они касаются вот этого долгосрочного экономического роста. Опять-таки, почему некоторые страны бедные, почему богатые? Почему остановился рост в СССР? У меня будет несколько слайдов, посвященных, точнее, два слайда, по-моему, посвященных именно тому, что произошло в СССР. Почему довольно быстрый рост, который наблюдался в 50-60-е годы, потом в 70-е годы, подошел к концу. Ну и, соответственно, можно подумать о том, какие перспективы экономического роста в России есть на следующее десятилетие. Получится ли в этот раз догнать и перегнать Америку? Ну, я хотела приблизиться к Америке по экономическим показателям. Конкретных слайдов у меня на эту тему не будет, но, тем не менее, можно об этом и поговорить. И я буду просто касаться этих тем, пока буду показывать слайды. Итак, давайте я сначала поразвлекаю вас немного картинками, а после этого попытаюсь загрузить вас теорией. ВВП в России на душу населения. К этому слайду и ко всем последующим надо относиться с большой долей осторожностью, потому что здесь показана статистика, которая не существует. ВВП в России начали считать только в 90-е годы XX века. До этого ВВП в принципе не считалось. ВВП это внутренний валовый продукт, который представляет собой рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в границах страны в течение какого-то периода. Но даже несмотря на то, что данные такие не считались, нашлись добрые люди, которые попытались по косвенным признакам оценить, какой, наверное, был ВВП или был бы, если бы мы его посчитали по рыночным ценам того времени в такой-то год, в такой-то стране. И вот экономист Ангус Мэдисон создал такую известную базу данных, которую теперь все подряд цитируют и все используют, где он оценил ВВП разных стран за последние тысячелетия в разные периоды времени. Ну, не каждый год, но тем не менее в течение многих лет. И вот, собственно, что он нашел для России. Соответственно, сначала Российской империи, потом СССР и России сейчас. В принципе, его база данных заканчивается примерно вот здесь. Дальше я уже экстраполировал ее известными данными по росту ВВП, что происходит в последние годы ВВП мы более-менее знаем благодаря Росстату. Итак, в принципе, если так смотреть на 20-й век, то мы видим довольно впечатляющий рост. Если в начале 20-го века ВВП на душу населения было примерно полторы тысячи долларов, что такое полторы тысячи долларов, здесь все измеряется в долларах образца 90-го года. То есть, если пересчитать все в ценах американских 90-го года, по так называемой паритету покупательной способности, тоже нужно объяснить, что это значит. Если сравнивать ВВП в разных странах по текущему обменному курсу, посчитать в России в рублях, в Америке в долларах, перевести по текущему курсу, то сравнение будет очень сильно зависеть от текущего обменного курса. А обменный курс, он может колебаться по самым разным причинам, и это создаст неверную картинку того, как соотносятся друг с другом в ВВП разных стран. Поэтому экономисты придумали некую хитрость, и говорят, давайте посчитаем все товары в ценах одной и той же страны. То есть, фактически, возьмем Россию, например, в 1936 году, и посчитаем все ее производство, каждый товар в ценах, который, этот товар, были в Америке в 1990 году. Понятно, что это тоже упражнение очень примерное уже в силу того, что продукт, товары, которые производились в 1936 году в Советском Союзе, были очень не похожи на товары, которые производились в Америке в 1990-м. Поэтому эти оценки тоже являются очень группами. Но экономистам приходится работать вот с такой статистикой, потому что другой нет. Поэтому все здесь оценено именно в одних и тех же ценах для разных лет, для двух разных стран. Итого, рост кажется довольно впечатляющим, потому что вместо полутора тысяч долларов, которые были в начале века, теперь у нас почти 9 тысяч. Если посмотреть в текущих долларах, то есть образца не 90-го года, а 2010-го или 2011-го, но 10-го давайте возьмем, то это будет уже около 15 тысяч долларов. Но тем не менее, в 90-м году доллар был больше, весил больше, чем сейчас, поэтому отсюда и разница. Ну что же, рост кажется впечатляющим, создается впечатление, что в послевоенные годы рост значительно ускорился по сравнению с тем, что было до революции и в период до индустриализации, так скажем. Но это впечатление немножко обманчиво, по двум причинам. Ну, по одной главной причине. Один физик однажды сказал, все относительно. Поэтому надо сравнивать сравнимые величины. Ну, и если мы хотим посмотреть на то, как росли другие страны в течение этого периода, то имеет смысл сравнить, например, с Америкой, которая являлась в течение всего 20 века передовой мировой державой. Давайте это сделаем. И тут получается, что наш рост уже не выглядит столь впечатляющим. Америка, собственно, всегда была богаче по вот этому измерению производства, чем Россия. Но, как мы видим, собственно, это различие даже увеличивалось со временем. И поэтому сейчас в ВВП Америке в ценах 90-го года на душу населения примерно 30 тысяч долларов, что более чем втрое, больше чем наши 9. Мы также видим интересные вещи. Например, вот эта Великая Депрессия, которая, естественно, была очень важным событием в истории Америки. Но в такой длительной перспективе уже не кажется, что Великая Депрессия была таким уж большим катаклизмом. Хотя надо напоминать себе, что это именно большой катаклизм был. Это было действительно катастрофическое падение. Но когда мы смотрим за полтора века, кажется, ничего страшного. Также совершенно как текущий финансовый кризис, который воспринимается многими как полный коллапс всей западной англо-саксонской системы, здесь представлены на этом графике вот этой маленькой загогуринкой. Тоже кажется крайне не страшной. Что касается роста в нашей стране, ну, во-первых, здесь пропущены наиболее драматические эпизоды, период, который покрывает Первую мировую гражданскую войну. И, в общем-то, большую часть 20-х здесь отсутствует, потому что данные даже у Магнусу не получилось собрать. И отсутствует период Второй мировой войны. Что мы еще можем наблюдать на этом графике? Ну, во-первых, мы видим экспоненциальный рост. Причем экспоненциальный рост как для Америки, так, если посмотрим обратно снова на картинку для России, то тоже рост, в общем-то, был довольно экспоненциальным. И кажется, что происходило здесь ускорение. Но вторая причина, по которой я сказал, это обманчивое впечатление. Дело в том, что здесь показано все именно в долларах, в единицах товаров. А чем больше мы растем, тем богаче мы становимся. Тоже самый доллар и прирост становятся все меньшим и меньшим процентным приростом. Поэтому, если мы перейдем в проценты, то окажется, что рост вот здесь может быть был не настолько уж быстрее, а может быть вообще не быстрее, чем вот тут. Поэтому, если мы пересчитаем все в процентном приросте, то мы можем увидеть здесь уже не экспоненту, а какую-то прямую линию. Поэтому, что делают экономисты? Экономисты, когда видят такие данные, они берут логарифм ВВП. Почему? Потому что превращение логарифмов это примерно то же самое, что процентное превращение. Опять-таки, если вы помните свойства логарифмов, то такое свойство у них есть. Поэтому давайте сделаем то же самое. Этот слайд уже показывал. И возьмем ту же статистику в логарифмах. И что мы видим теперь? Ну, во-первых, мы видим поразительно прямую линию для Соединенных Штатов Америки. Это означает, что процентный рост американской экономики в течение последних полутора столетий был фактически константой в течение всех периодов, с исключением вот этих вот циклов, самым главным из которых, конечно, была Великая Депрессия и бум во время Второй мировой войны, ну и какие-то еще колебания колебания вот здесь. Этот рост на душ населения в Америке был примерно 2% в течение всего этого времени. И это интересный тоже факт, который хотелось бы объяснить. Более того, мы видим, что те события, которые происходят ближе вот к концу этого графика, они становятся менее заметными. То есть падение ВВП в долларах во время вот этого эпизода последнего кризиса было примерно таким же, как и во время Великой Депрессии. На предыдущей картинке это были похожие падения. Но если вы пересчитали в логарифмах, то есть в процентах, то естественно, что вот это падение теперь кажется намного меньшим. Не мудрено, потому что здесь экономика упала примерно на треть, в то время как во время текущего кризиса оно упало менее чем на 4%. Поэтому это несравнимая совершенно величина. Что касается России, то мы тоже здесь видим, что экономический рост в течение всего этого периода намного больше похож уже на прямую линию. И соответственно, процентный прирост ВВП он на самом деле не так уж сильно менялся в течение всего этого периода, если смотреть на именно долгосрочную перспективу. Конечно, были различные периоды. Вот в 30-е годы рост был несколько более интенсивным. В общем-то, если были бы здесь 20-е годы, то он был бы еще более интенсивным. Просто потому что упал очень сильно после гражданской войны. Соответственно, послевоенное восстановление тоже был период несколько более быстрого роста. Но потом, соответственно, крах советской экономики в 90-е годы и довольно быстрое восстановление в 2000-х. И в итоге мы опять-таки вышли примерно на ту же самую траекторию, которую можно умственно провести через весь этот график. То есть, в общем, сказать, что в 20-м веке произошло какое-то мощное ускорение роста экономического в России, ну, эти данные нам не позволяют. Хотя, если проводить такую линию, то, наверное, все-таки здесь рост был немножко меньше, чем дальше. Итак, это предпоследний график, который я хочу вам показать. И еще один график на тех же самых данных. Это давайте возьмем сравнение российского и американского ВВП на душу населения. То есть, я просто разделил разделил российский на американский за последний век, начиная с 13-го года. То есть, в 13-м году российский ВВП на душу населения был примерно 28% от американского. После чего последовали войны, потом довольно бурное восстановление, но опять-таки здесь уже начинаются 30-е годы, здесь восстановление в России на фоне Великой депрессии в Америке. Потом опять крах, связанный со Второй мировой войной, потом довольно быстрое восстановление, которое опять-таки включает в себя как восстановление в Советском Союзе, так и послевоенную рецессию в США. И это восстановление шло примерно до 60-х годов. И дальше американская и российская экономика стали расти, и советская экономика стали расти примерно с одной и той же скоростью. И в 60-е и 70-е годы советская экономика устаканилась примерно на уровне 35% от американского ВВП. Чуть-чуть выше, чем до революции, но, в общем-то, не принципиальная разница. И начиная с середины 70-х годов, рост в Советском Союзе замедлился до уровней ниже, чем в Америке. То есть здесь он еще оставался положительным, но, тем не менее, мы начинали отставать все больше и больше и больше и больше. И в конце концов все это закончилось. Мы все знаем, чем. Ну и восстановление, которое произошло в 2000-е годы, вернуло нас на уровень примерно 28% американского ВВП, с которого мы начинали один век назад. То есть за все это время не то что догнать и перегнать, а даже приблизиться к Америке сколько-либо значительно не получалось. То есть самые сытые годы в этом смысле это были 70-е годы, но разница была, извините, непринципиальная. Итак, то есть эти все наблюдения, они как бы являются мотивацией для многих дальнейших наших вопросов, поэтому давайте теперь перейдем к теории, к теоретическим вопросам, которые помогут нам понять, что же все-таки происходило все это время. Итак, немножко я вас погружу математикой сегодня. Но самую малость. Почему ВВП вообще растет? Ну, для этого экономисты придумали такую хитрую вещь, как функцию производства. Y, этой переменной мы обычно обозначаем ВВП, равен функции трех факторов, которые используются. В принципе, можно предположить функцию, которая включается намного больше факторов, потому что это, естественно, жуткое упрощение реальности. Но три основных фактора это какие? Во-первых, физический капитал. Обозначается буквой К в честь книжки Das Kapital, поскольку в немецком языке капитал начинается с буквы К. Вообще-то все обозначения в макроэкономике обычно идут из английского, и поэтому логично было бы называть буквой Си английской, но, тем не менее, привыкли использовать именно букву К. Капитал означает не деньги. Капитал означает именно физические капитальные мощности. Заводы, фабрики, оборудование, инфраструктуру и так далее. Можно сделать это понятие более широким и считать, что человеческий капитал тоже является важным фактором производства. То есть те наши знания, умения, навыки, которые накапливаются в результате наших инвестиций в собственный человеческий капитал. Можно этот человеческий капитал добавлять сюда как еще один фактор, и многие экономисты именно так делают. Ну, поскольку у нас сегодня такая очень обзорная лекция, я позволю себе показать самую примитивную, самую простую из моделей, и, в общем, довольно много выводов мы по ней сможем сделать. Второе, собственно, рабочая сила. Нужны люди для того, чтобы работать. И дальше Е, которую мы называем общей факторной производительностью. То есть это уровень технологии, который позволяет с использованием вот этого всего физического оборудования и вот этих вот людей произвести какой-то продукт. И рост этой общей факторной производительности называется технический прогресс. Хотя, опять-таки, общей факторной производительности не обязательно должна быть связана именно с техническим прогрессом, какой-то инженерной мысли. Просто организация труда более эффективная может быть тоже способом увеличить эту самую общей факторной производительности. Почему общей факторной производительности? Ну, на эту тему у меня будет еще отдельный слайд, но, тем не менее, идея здесь именно в общем уровне технологии они в увеличении скажем производительности труда которая чаще который легче измерить и которую чаще рапортует различных данных производительность труда может зависеть в том числе от наличия капитала если вы людям дали оборудование они становятся более производительными но не потому что технический прорыв произошел вопрос потому что вы дали человеку экскаватор не стал более производительным и короткая мысль которая собственно заключается в которой заключается теория экономического роста это то что если вы хотите чтобы рос ввп надо чтобы росло что-то внутри вот этой функции либо капитала либо рабочая сила либо производительность либо это и другое третье но это слишком короткая мысль я бы только с этой мысли мыслью сюда бы не пришел у меня есть для вас несколько более интересные размышления ну давайте сначала разберемся с буквой л и на этом ее оставим в покое вы извините это я слишком рано и стоял в покое почему может расти рабочая сила но потому что растет население она уже далеко не в каждой стороне растет но тем не менее тем не менее в принципе в мире население растет можно различать квалифицированные не квалифицированный труд но обычно как я уже говорил квалификацию учитывают как человеческий капитал внутри переменной к или в технологии в переменной е который извините здесь назвал а не обращайте на это внимание но рост населения едва ли может объяснить нам экономический рост вообще то есть экономический рост суммарной экономики да может но на душу населения не может потому что просто люди производят больше но на душу населения то больше не становится более того те страны где быстрый рост населения как правило как раз растут медленнее и но здесь непонятно в каком направлении зависимость скорее зависимость здесь такая что бедные страны это как раз обычно аграрные страны в аграрных странах людям нужно рожать много детей чтобы они потом работали на фермах на участках и зависимость скорее всего такая при этом интенсивность использования рабочей силы она вроде тоже особенно не меняется последний век все более-менее устаканилось на уровне что обычные люди работают 40 часов в неделю бизнесмены работают 80 часов в неделю или сколько они хотят работать на это проблема их собственного выбора а так люди работают при настолько сколько и сто лет назад когда пытались поддерживать рабочую неделю больше чем 40 часов неделю были забастовки революции потом вели 40 часовую неделю все оказались довольны когда во франции попытались уменьшить рабочую неделю до 35 часов в конце двадцатого века потом пришел саркози и отменил это вернули обратно к 40 часам так что вроде бы все более-менее устаканилось на этом уровне и поэтому вряд ли мы что-то интересное сможем сможем добыть из переменной l поэтому ее оставим и сегодня больше вспоминать ее не будем вот капитал намного более интересная переменная опять-таки капитал означает физические мощности и почему увеличиваются эти физические капитальные мощности в экономике но они увеличиваются благодаря инвестициям которые делают как частные фирмы так и государства и эти инвестиции которые обозначаем буквой и они увеличивают наши капитальные мощности мы делаем инвестиции строим дополнительный завод одновременно с этим капитал также выбывает в результате какого-то естественного износа естественного естественной амортизации которая происходит во время производства дома должны периодически обновлять наши капитальные мощности ремонтировать их или просто выкидывать и заменять какими-то какими-то новыми поэтому математически мы запишем таким образом дельта к то есть изменение капитала от одного года к другому равняется инвестициям которые мы делаем минус то выбытие которое происходит по естественным причинам ну и действительно мы наблюдаем что в богатых странах намного больше зданий фабрик оборудования и так далее поэтому может быть они действительно богаты именно потому что они просто больше инвестировали и соответственно нам тоже нужно развивать инвестиции тогда мы тоже станем богатыми довольно разумная мысль в ней много чего правильного но тем не менее нужно научиться понимать ограничения этого аргумента тоже когда президент медведев он еще не был президентом но все уже знали чтобы президентом на красноярском форуме сказал такую программную вещь что нам нужно развивать 4 и инвестиции инновации инфраструктуры и институты собственные инвестиции это были одна из этих четырех и и но тем не менее только одна из четырех поэтому мы успеем проговорить про все четыре и сегодняшние лекции но давайте следующие минут 15 посвятим именно инвестициям постараемся понять что мы можем выжать из просто увеличение капитальных мощностей проблема с чисто инвестиционным ростом который также можно назвать ростом экстенсивным и именно с этой проблемой в итоге столкнулся советский союз заключается в некотором свойстве функции производства которая называется уменьшающийся предельный продукт что это значит ну давайте подумаем что будет если мы инвестируем в капитальные мощности при неизменном населении при неизменных технологиях мы просто встроим дополнительные заводы шлепаем один за другим примерно одинаковые которые производят все больше и больше какой-то продукции по мере строительства этих заводов мы занимаем на них всю рабочую силу да люди переходят с ручного труда на машины и пока они переходят с ручного труда на машины они становятся более производительными это логично разумно это надо делать здесь в общем-то и критиковать такую политику ни в коем случае нельзя и пока капитала в стране еще мало а людей много дам то новый завод может значительно увеличить производительность потому что всегда строим этот завод набираем на него людей которых в изобилии достаточно и экономика растет собственно китай например именно таким образом растет в китае постоянно строится дополнительные заводы в основном посредством иностранных инвестиций но и уже внутренних инвестиций довольно много там тоже и там большое количество рабочей силы которая пока не занята в производстве которая пока находится в основном в сельской местности и это рабочая сила перетекает потихонечку в город и обеспечивает то производство которое растет на базе вот этих нам новых мощностей это собственно и есть механизм китайского экономического роста проблема только в том что если капитала уже много вся рабочая сила становится занятой на этом существующем капитале и соответственно следующий завод уже даст мало маленький дополнительный продукт поскольку просто элементарно никого будет на нем работать и придется придется людей там уже уговаривать или платить им высокие зарплаты для того чтобы они готовы были работать на этих дополнительных заводов поэтому в конце концов мы просто утыкаемся в в такую ситуацию когда на новых заводах либо никому работать либо эти люди уже ну наименее производительные люди в в экономике поэтому дополнительное инвестирование уже не имеет такого смысла как она имела на изначальных стадиях именно это свойство называется уменьшающийся предельный продукт каждая следующая единица этого фактора дает все меньше и меньше добавленную дополнительную стоимость к тому что может произвести экономика это справедливо для других факторов тоже например для труда если мы на один завод добавляем добавляем работников то каждый работник следующий он имеет все меньше и меньше дополнительные эффекты в конце концов их станет так много что может быть дополнительный работник уже будет только мешаться и не будет увеличивать производство и того что происходит то есть инвестиции и тут до 2 цели во первых это строительство принципиально новых мощностей да мы строим какой-то новый завод а во вторых это компенсация выбытия старых до для того чтобы ремонтировать там протекшую крышу или заменить сломанный станок нам нужно тоже инвестировать деньги это деньги которые инвестируются не в увеличение наших производствах возможностей а на поддержание тех возможностей которые на данный момент у нас у нас есть и что происходит по мере увеличения количества капитала по мере того как мы все инвестируем 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 его средняя производительность падает потому что людей для этого производства становится все меньше и меньше а вот выбытие она растет пропорционально количеству капитала чем больше у нас этих заводов тем больше нам приходится тратить денег на поддержание этих этого оборудования этих заводов в рабочем состоянии поэтому в какой-то момент мы начинаем тратить все наши все наши инвестиции именно на поддержание в рабочем состоянии существующего огромного накопленного капитала и на дальнейшее развитие на увеличение мощностей дальше просто уже элементарно не хватает ресурсов и в этот момент рост который основывается на инвестициях просто заканчивается и мы инвестициями больше уже ничего выжить не сможем это очень важно ограничение которое нужно нужно осознавать но и буквально пару слайдов которые ту же самую мысль представят математически эта модель которая была представлена белским лауреатом робертом соло еще в 50-е годы которая формально представляет вот эту вот логику мы поскольку сейчас смотрим только на эффект инвестиции мы абстрагируемся от всех остальных вещей мы предполагаем что у нас нет в размере в экономике никакого никакого роста населения мы предполагаем что уровень технологии у нас задан то есть у нас нет технического прогресса не потому что не верю в технический прогресс а потому что я хочу посмотреть только на эффект на эффект от инвестиций соответственно тогда функцию производства можно представить как функцию только от капитала потому что рабочие силы технологии это какие-то константы и эта функция выпуклая что обозначает уменьшающийся предельный продукт каждое следующее дельце капитала увеличивает наше производство на все меньше и меньшую величину теперь из этого выпуска который мы производим зави который зависит свою очередь от существующего капитала долю с от 0 до единицы мы тратим на инвестиции то есть грубо говоря российская экономика примерно 20 процентов всего ввп своего тратит на инвестиции остальные 80 процентов проедаются и вот эти 20 процентов они собственно обеспечивают экономический рост основанный на инвестициях при этом мы абстрагируем сейчас от вопроса кто инвестирует государство или частный сектор для нас то в данный момент неважно хотя это может быть очень важно если мы будем смотреть более глубоко в в механику этого роста то есть если это государство она может инвестировать инфраструктуру если это частная компания настроит какой дополнительный цех или дополнительный магазин или тоже какие-то инфраструктурные объекты это для нас на данный момент не принципиально поэтому мы просто все это считаем инвестициями и капитал выбывает со скоростью дельта и того динамика капитала задано вот таким уравнением инвестиции которые у нас равны с умножить на выпуск то есть доля с от нашего ввп минус дельта к то есть минус то доля капитала которая выбывает то есть каждый момент времени капитал добавляется благодаря инвестициям вот эти вот 20 процентов ввп и выбывает потому что ну не знаю пять процентов этого капитала каждый период ломается его нужно заменять на новый собственно это уравнение она задает динамику в зависимости от уже существующего капитала зная сколько капитала сегодня мы можем вычислить сколько будет завтра потому что мы знаем капитал произойдет вот такой ввп он дальше он дальше создаст дополнительные инвестиции дополнительные мощности в результате инвестиций некое выбытие можем оценить и капитал следующего периода и выпуск следующего периода графически это можно представить на такой очень известной картинке если вы изучали макроэкономику я уверен что вы ее видели но не верю что вы и поняли давайте я потому что и когда я первый раз я увидел я не понял из этого делаю вывод что наверное я не яден но тем не менее что здесь нарисована здесь нарисована динамика капитала в зависимости от его текущего количества вот эта функция производства и она выпуклая что означает что если мы добавим единицу капитала вот здесь то в п увеличится на достаточно большую величину если мы добавим единицу капитала такую же вот здесь то увеличится только немного по вот этой причине уменьшающихся предельного продукта вот здесь просто уже некому работать с этим капиталом поэтому можем поставить новый завод но работать на момента не будет поэтому ввп от этого не увеличится соответственно когда мы долю с от этого ввп инвестируем то вот они наши инвестиции зависимости от того сколько сейчас капитала в экономике вот столько производится столько инвестируется и вот эта функция которая показывает наши инвестиции а вот этот луч он показывает выбытие капитала и в отличие от выпуклой функции инвестиций эта функция уже линейная чем больше капитала тем больше его пропорционально причем больше выбывает поэтому в этой части графика мы видим что инвестиции у нас превышают выбытие выбывать пока еще нечему а зато существующий капитал очень продуктивно дает большой эффект и поэтому добавление капитала в виде инвестиций превышает выбытие капитала в результате в результате выбытия эти амортизации износа поэтому капитал увеличивается капитал потихонечку ползет вот направление этой точки касса звездочкой если мы каким-то образом оказываемся здесь здесь очень сложно оказаться потому что слишком много капитала непонятно откуда взялся но тем не менее если гипотетически представим ситуацию когда мы вот здесь то инвестиции меньше чем выбытие капитал выбывает быстрее чем чем он добавляется в экономику просто потому что вот так много и поэтому количество капитала потихонечку падает и вот это вот . касса звездочкой представляет собой так называемое стационарное состояние то есть состояние в котором все инвестиции в этой экономике тратятся просто на поддержание существующего капитала в рабочем состоянии больше ни на что не хватает и экономика больше не растет благодаря инвестициям экономика больше ничего не может выжать вот из этого из этого фактора стационарное состояние являетесь каким-то оптимумом здесь вообще никакого никакой оптимизации нету здесь нету поиска чего-то наилучшего здесь есть чистая механика мы просто предположили что есть некая функция производства у нее есть какие-то технические свойства мы предположили что люди инвестируют долю с от ввп почему они это делают зачем они это делают мы в этом вообще не говорили мы просто механически заставили их инвестировать вот эту вот долю с и в результате мы видим что экономика в конце концов придет вот в такое состояние когда капитала будет вот такое количество больше мы инвестициями ничего не получим просто будем сидеть в этой точке точки все время итак выводы из модели пока капитала мало он продуктивен поэтому экономика растет если капитала много то он мало продуктивен и выбывает быстрее чем он добавляется экономика падает и стационарное состояние это когда добавление капитала равно его выбытию в общем то я все это же поговорю проговорил поэтому пропущу слайд в общем то пока я показал вам крайне примитивную простенькую модельку но удивительно насколько много можно этой моделью объяснить этой модели можно объяснить быстрый рост в тех развивающихся странах где мы наблюдаем быстрый рост пример который издавна использовали экономисты для того чтобы продемонстрировать успех этой модели это быстрый рост в послевоенной германии и японии в германии после второй мировой войны экономика росла почти по 6 процентов в год но чуть медленнее экономика более япония более чем восемь процентов в год по сравнению с американской которая росла чуть больше двух процентов почему это происходило потому что шло восстановление после второй мировой войны эти страны они пострадали в большей степени экономики их пострадали в большей степени в смысле разрушения их капитальных мощностей, чем людские потери. Поэтому так получилось, что у них было очень мало капитальных мощностей на единицу рабочей силы. И поэтому добавление капитальных мощностей, строительство новых каких-то заводов и оборудования давало огромные эффекты, эти экономики могли довольно быстро расти, довольно быстро восстанавливаться. Это было довольно естественно для экономик, находящихся в таком состоянии. Америка же, которая непосредственно на своей территории в этой войне не участвовала, участвовала только на чужой территории, ну и за исключением Гавайи, конечно, там никакого разрушения капитала не произошло, поэтому она к тому времени уже находилась в неком стационарном состоянии и быстрого роста получить в ней причин никаких не было. В общем-то то же самое происходит сейчас в Юго-Восточной Азии, вот все это, почему я назвал это азиатское чудо, потому что пример блестящий очень быстрого роста не только Япония, но и другие страны Юго-Восточной Азии и знаменитые тигры, Таиланд, Малайзия и так далее, и Китай, безусловно, в последние десятилетия растет с огромной скоростью именно благодаря вот этому эффекту. Латинская Америка после многих-многих десятилетий стагнации снова тоже начала расти в последние пару десятилетий, опять-таки трудно сказать, насколько это устойчивая тенденция, но тем не менее это наблюдается. Ну и, соответственно, в Восточной Европе и в России та же самая ситуация. Отсюда, во-первых, Голдбан Сакс выступил со своей известной идеей экономик БРИК, Бразилия, Россия, Индия, Китай. Они именно благодаря логике этой модели сказали, что в последующие нескольких десятилетий именно вот эти вот крупные развивающиеся страны начнут играть все более и более важную роль в мировой экономике. То есть, если вы посмотрите на этот отчет БРИК, который был написан в каком-нибудь четвертом, что ли, году, или даже в втором, они в приложении буквально привели расчеты из вот этой модели. Из этого также можно сделать вывод о том, что когда по телевизору говорят, а я лично слышал по телевизору, что в России большой успех, наш экономический рост в этом году был больше, чем в любой стране Евросоюза, не надо радоваться таким достижениям, потому что это не достижение. Как говорит эта модель, мы и должны расти быстрее, чем любая страна Евросоюза, потому что они богатые, у них уже, они намного ближе к своему стационарному состоянию, у них нет причин расти благодаря инвестициям, у нас такие причины есть. Поэтому если мы растем со скоростью Евросоюза, то это для нас провал. Это для нас абсолютно неудовлетворительный экономический рост, которым мы не можем гордиться. У нас последние 10 лет, собственно, экономический рост был быстрее, и это оправдано. Ну и если посмотреть, вспомнить тот график, который я показывал вам, сравнение российской экономики с американской за последние 100 лет, то мы тоже видим, что там, в общем-то, было три периода быстрого экономического роста в России за последние 100 лет, быстрого по отношению к развитым странам. Первый период – это 20-е годы, то есть восстановление после гражданской войны. Второй период – это 50-е годы, восстановление после Второй мировой войны. И третий период – это 2000-е годы, восстановление после краха советской экономики. И, то есть, во всех трех случаях это было восстановление после сильного падения. Понятно, что когда мы сильно упали, то у нас, во-первых, есть уже существующие неиспользованные ресурсы, Или разрушенные неиспользованные ресурсы, которые довольно легко, ну, относительно легко вернуть обратно к производственной деятельности, и поэтому быстрый рост в те периоды не является тоже чем-то странным, а является абсолютно логичной вещью в рамках подобной модели. Вот дальше, как нам расти, то есть мы весь 20 век фактически были примерно в три раза беднее Америки, и каждый раз, когда мы возвращались к этому уровню, дальше шла либо стагнация, либо развал, и мы опять вернулись к этому уровню. Поэтому, естественный вопрос, который стоит задавать нам касательно перспектив российской экономики, это повторим ли мы опять много раз пройденный сценарий, будет ли опять стагнация, когда мы достигли этого уровня, то есть является ли этот уровень нашим стационарным состоянием, что вот мы в него пришли, вот столько капитала мы можем поддерживать, а больше уже не будет инвестиций и быстрого роста. Или же в этот раз нам получится пробить этот потолок и стать более богатой страной относительно передовых стран. То есть, собственно, вот это азиатское чудо, если показывать на графике, то идея в том, что тот же Китай сейчас стартует в этой точке, ну или не сейчас стартует, а в 1978 году, когда начались реформы, стартовал вот в этой точке. То есть, у них было много, мало капитала на большое количество рабочей силы, и поэтому добавление к экономике этого капитала было больше, чем его выбытие, и экономика растет. Пока она явно не достигла еще своего стационарного состояния, продолжает расти по 10% в год. Ну что ж, важная особенность всех этих вышеупомянутых стран, под всех этих я имею в виду и послевоенной Германии, и Японии, и особенно азиатских стран, это то, что у них довольно высокие нормы сбережений. Они много сберегают эти сбережения, а потом превращаются в инвестиции. Высокая норма сбережения – это то же самое, что высокая норма инвестиций. Ну или почти то же самое. Нормы накопления, то есть инвестиций, в большинстве из них было более 30% ВВП. В Китае она около 40% ВВП, но сейчас после кризиса еще больше, они активно инвестируют в ответ на кризис для того, чтобы… В основном это государственные инвестиции, но в принципе, пока кризиса не было, это было около 40% ВВП. У нас сейчас инвестиции как доля ВВП, как я уже говорил, около 20%, это довольно немного по сравнению с другими сторонами. Поэтому встает резонный вопрос, можем ли мы быстрее расти и достичь более высоких показателей, если мы увеличим свою норму сбережения, норму накопления, если мы каким-то образом будем большую долю ВВП тратить на инвестиции. Опять-таки, я говорю «мы», но это довольно сложное решение, как увеличить нашу норму сбережения, потому что все эти решения, сбережения, инвестиции, это принимаются эти решения не правительством, не обществом, а конкретными людьми, которые принимают эти решения, исходя из своих каких-то соображений. Поэтому это не та вещь, которую правительство может каким-то рычагом взять и увеличить. Но, тем не менее, предположим, что Россия по какой-то причине начинает больше сберегать и инвестировать. Что мы можем этим достичь? Но, в общем-то, у нас уже есть ответ на этот вопрос. Если мы возьмем ту же самую модельку, предположим, что мы сейчас застряли в низком стационарном режиме, вот здесь, мы тратим все наши инвестиции на поддержание в рабочем состоянии вот этого маленького количества капитала, и мы берем и увеличиваем норму сбережения, норму инвестиций. С1 становится С2. И вот эта кривая инвестиций выдвигается вверх. Тогда у нас стационарное состояние вот из этого переходит вот в это. Большая норма сбережения помогает поддерживать нам в стационарном режиме большую количество капитала. Но попадаем мы в это новое стационарное состояние не сразу. Сначала у нас просто увеличивается инвестиция по отношению к выбытию, который по-прежнему вот здесь, и капитал потихонечку начинает расти. Он увеличивается, и вместе с капиталом увеличивается производство в нашей экономике. И со временем экономика попадает в новое стационарное состояние, в котором ВВП больше, но рост на этом заканчивается. То есть, таким образом мы можем временно ускорить экономический рост и прийти к более высокому уровню ВВП. Но, кроме того, если мы изначально находимся ниже стационарного состояния, если мы догоняющая экономика, которая пытается догнать и перегнать Америку, то более интенсивные инвестиции помогают нам вот этот догоняющий этап пройти быстрее. Поэтому возможно, что на период попытки догнать имеет смысл иметь больше инвестиций. То есть, мы жертвуем сегодняшним потреблением для того, чтобы больше инвестировать, а завтра будем потреблять. Такой выбор, в принципе, можно сделать и можно сделать рациональным. То есть, этот эффект, который... Ой, не на то нажал. Этот эффект о том, что мы временно увеличиваем рост благодаря инвестициям, он хотя и временно, но тем не менее достаточно долгий может быть. То есть, мы в течение двух-трех десятилетий можем расти быстрее, и это может оказаться разумным. Но в итоге экономика приходит в новое стационарное состояние без роста. В нем больше капитала, в нем больше ВВП, но все инвестиции будут уходить на покрытие вот этой большей амортизации, большего ВВП. Это, собственно, соответствует многим наблюдениям. Посмотреть на ту же Японию. Там по-прежнему, как и во многих азиатских странах, очень высокая норма накопления. Они значительную долю ВВП тратят на инвестиции. Но никакого роста там уже последние 20 лет нет. Последние 20 лет в Японии по инерции называют потерянным десятилетием, хотя, в общем-то, это уже потерянные два десятилетия, с точки зрения, что это был период довольно медленного экономического роста. Однако большие сбережения инвестиции соответствуют, как мы уже сказали, высокому уровню ВВП. Может быть, тогда это осмысленно делать, может, имеет смысл увеличивать инвестиции, и тогда мы будем поддерживать более высокий уровень ВВП. Отчасти да, но тут тоже надо быть осторожным, потому что самый большой ВВП можно достичь, если мы будем сберегать и инвестировать 100%. Ничего не едим. Все производство идет в увеличение мощностей. Мы все производство тратим на строительство новых мощностей. Замечательно. ВВП в стационарном режиме будет очень большой. Только есть мы из этого не будем ничего. И тогда встает резонный вопрос, а зачем тогда нам этот большой ВВП нужен? То есть мы вообще-то производим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы производить. Поэтому если мы считаем, что все-таки потребление для нас это более важная вещь в итоге, чем производство, то слишком много сберегать тоже не нужно. Но и слишком мало не нужно, потому что если мы слишком мало будем сберегать, тогда у нас ВВП будет маленький, у нас будет мало капитальных мощностей, и соответственно, есть там тоже будет мало чего. Поэтому есть некий оптимальный уровень сбережений, который, в принципе, можно попытаться прикинуть из различных моделей, который максимизирует наше долгосрочное потребление, которое обеспечивает нам, с одной стороны, достаточно большое производство, но с другой стороны оставляет долю для потребления. И по оценкам большинство стран сберегают слишком мало. Опять-таки на экономическом сленге это называется... Да, динамическое... Забыл, что. Но неважно. Большинство стран сберегают слишком мало. Это тот вывод, который хочется сделать. То есть та же самая Америка, которая сберегает, кстати, как Россия, около 20%, если бы они тратили большую долю ВВП на инвестиции, они бы были сейчас богаче. Хорошо. То есть, в общем-то, это та часть лекции, которая была посвящена эффекту чисто от инвестиций. То есть, чего можем добиться, если мы будем пытаться расти за счет вот этих инвестиций. Но у нас остаются неотвеченными очень многие вопросы. Во-первых, пока долгосрочного роста, собственно, в нашей модели нет. Мы попадаем в стационарное состояние, и рост останавливается. Это явно не похоже на ту картинку, которую он показывал по отношению к обеим нашим странам, и России, и Америке. И там, и там наблюдался рост более-менее постоянной скоростью в течение последних полутора-ста лет. Поэтому нам нужно что-то придумать. Но дело в том, что пока мы смотрели только на один механизм роста инвестиций. Естественно, что это не единственный. Поэтому надо просто добавить технический прогресс, и тогда мы получим долгосрочный рост. Кроме этого, есть еще дополнительные вопросы, что далеко не все бедные страны быстро растут. Африка последние годы начала расти. До середины 90-х годов, начиная с 50-х, если мне не изменяет память, средний рост в Африке был отрицательным. Латинская Америка в последнее время, опять-таки, последние пару десятилетий растет, до этого стагнировала. Или росла довольно медленно. Почему вообще еще не все страны в стационарном режиме? Мир уже существует много тысячелетий. За это время вполне можно было всем прийти в стационарное состояние, и всем быть одинаково богатыми. В конце концов, я говорю, что модель Solo блестяще объясняет китайский рост в последние 30 лет, но это означает, что модель Solo совершенно не объясняет китайский рост в предыдущие 10 тысяч лет. Потому что за 10 тысяч лет Китай вполне мог прийти в это самое стационарное состояние, но не пришел. Поэтому очевидно, что есть много других вопросов, которые мы пока еще здесь не затронули. Но давайте поговорим сначала про технический прогресс, чтобы обеспечить себе рост долгосрочной перспективы. Технический прогресс нужно добавлять в эту модель вполне конкретным образом. Нужно как-то научать людей работать одновременно с большим количеством капитальных мощностей, чтобы мы могли добавлять и добавлять капитальные мощности, и при этом люди находились для того, чтобы работать на этих дополнительных мощностях. И, в общем-то, именно это и происходит. Сначала один человек работает с одной лопатой. Потом мы вводим трактор. Трактор эквивалентен, например, тысяча лопат. И по-прежнему требуется один человек для того, чтобы работать с этим трактором. Ну, может быть, там два или три, потому что еще какой-нибудь механик нужен, который будет ремонтировать это все. Дальше технический прогресс я люблю демонстрировать на примере фильма «Дело было в Пенькове». Если вы смотрели тот фильм, там это одна из первых ролей Вячеслава Тихонова, где он как раз работает трактористом. И в деревню к этому Матвею Морозову приезжают специалисты из города, и она рассказывает ему о будущем этого колхоза, что он не будет уже просто рулить одним трактором. Он будет сидеть на углу поля, за пультом, и руководить одновременно целой флотилией этих тракторов. Таким образом, если один тракторист уже может работать сразу с 20 тракторами, то тогда мы можем позволить себе огромное количество капитальных мощностей. И для этого намного людей не нужно. По мере того, как происходит этот технический прогресс, не просто люди переходят с ручного труда на машинный. Люди научаются работать все с большим и большим количеством вот этих вот капитальных мощностей. Поэтому, если мы задаем постоянный рост эффективности труда на единицу капитала в модели Solo, то у нас получается, как будто у нас растет фактическая рабочая сила, как будто у нас растет. Как будто людей становится все больше и больше, хотя на самом деле просто они благодаря новым технологиям могут работать с большим количеством оборудования. Механизация этого производства, автоматизация этого производства становится мощной. И этот прогресс позволяет экономике иметь больше капитала при той же рабочей силе. И тогда у нас получается трендовый стационарный рост, такой, который мы наблюдаем в развитых странах. По мере роста технологии экономика способна переварить все больше и большее количество капитала, и поэтому он растет. То есть стационарность заключается здесь в том, что у нас теперь постоянно количество капитала на фактического работника. То есть работник, умноженный на некий коэффициент его эффективности, этот коэффициент эффективности постоянно растет. То есть при тех прогрессе люди заменяются машинами, люди освобождаются, становятся временно, может быть, безработными, а потом строятся дополнительные мощности, которые занимают вот этих освободившихся людей. Этот процесс может происходить и без увольнения, а просто мы делаем более эффективные мощности и ту же самую рабочую силу нанимаем на большем количестве этих мощностей. Важный момент здесь – это то, что тех прогресс – это не замена инвестиций, это не альтернатива, это не то, что мы можем расти за счет либо тех прогресса, либо инвестиций. Тех прогресс – это то, что делает инвестиции осмысленными и нужными. То есть мы придумываем что-то новое. Это означает, что теперь мы можем иметь большее количество заводов, большее количество там дорог большее количество магазинов большее количество чего-либо и будем успевать все это поддерживать работоспособном состоянии но инвестиции все равно надо будет делать просто тех прогресс делает их возможными желательными без тех прогресса мы не сможем поддерживать дополнительное оборудование в некотором смысле я уже тогда покрыл вторую и из медведевских четырех там были инвестиции новости инфраструктура и да даже 3 покрыла инфраструктуру она тоже является частью капитала которая обсуждаю то есть инфраструктуру инвестиции и инновация теперь я покрыл да то есть тех прогресс это те самые инновации которые позволяют нам позволяют нам внедрять новые технологии которые позволяют той же самой рабочей силе работает на большем количестве оборудованием осталось только 4 и институты про них чуть позже собственно я уже говорил что есть разные понимания слова производительность и в рамках этой модели становится более понятно в чем собственно различие тех прогресс это общий факторная производительность то есть это насколько мы делаем вообще наши оба фактора и капитала рабочую силу вместе более производительны и для того чтобы общий факторная производительностью увеличивалась действительно нужно придумывать либо его придумывать новые технологии либо просто их внедрять они могут быть не инженерными менеджерскими управленческими технологиями но тем не менее нужно внедрять какие-то принципиально новые вещи и эту производительность часто путают с производительностью труда а А производительность труда определяется очень просто. ВВП деленное на количество людей, которые это в ВВП произвели. Сколько произвел один человек. И чтобы увеличить производительность труда, не обязательно выдумывать какую-то новую технологию. Достаточно добавить капитал. Мы добавляем трактор вместо лопат. Никакого технического прогресса не произошло. Все это уже есть. Эти тракторы существуют давно. Но человек становится более производительным просто потому, что ему дали дополнительную единицу капитала. Поэтому в этой модели видно, что для развивающихся и для развитых стран стратегия экономического роста отличается уже в силу вот этой причины. В развивающихся странах производительность труда и, соответственно, экономический рост, рост производительности труда и, соответственно, экономический рост, можно произвести просто добавлением капитала. не нужно в обязательном порядке изобретать какие-то новые вещи и это может дать довольно большую отдачу развитая страна которая уже находится в своем стационарном состоянии она за счет добавления капитала расти не может ей нужно увеличивать технологии нужно изобретать какие-то принципиально новые вещи поэтому модель для там той же россии той же америке оптимальной политики экономического роста может различаться но собственно я обещал немножко поговорить про ссср на мой взгляд это блестящий пример модели салу без технического прогресса кто-то может сказать ну как же ссср это все-таки экономика не рыночная поэтому модель салу к ней не подходит но в модели салу я уже говорил никаких никакой зависимости от рыночности и нерыночности экономики нету модель абсолютно механическая на базируется на одном предположении убывающая отдача убывающий предельный продукт то что каждый новый завод будет дать меньше меньше эффект и это чисто технологическое свойство я с трудом все могу представить что она будет отличаться в рыночной экономике и в плановой экономике поэтому если это предположение верно она должна быть верной для америки для и для россии в равной степени ну и может в разной степени но качественно оно должно присутствовать и там и там и так здесь я данные взял не из медисона из статьи гура оффера основателя российской одного из основателя российской экономической школы еще восемь седьмом году написал статью обзорную статью по экономическому росту в принципе есть много других более современных статей но они показывают примерно ту же самую картинку экономический рост в вот эти периоды советского союза был в общем-то довольно быстрым но по современным меркам не особо впечатляющим это не 10 процентов которые в китае мы сейчас наблюдаем но 5 процентов тоже приличный уровень почти 6 процентов до 5 и 8 5 и 7 но потом рост замедлялся до 3 и 7 в начале 70-х годов 2 и 6 в конце 70-х годов начиная с 80 но общем-то я бы сказал бы что оценка в 2 процента в первой половине 80-х годов это довольно оптимистичная оценка этого роста многие оценки говорят уже о том что экономический рост здесь был нулевым если не отрицательным то есть что уже практически полная остановка произошла вот в этот момент что происходит но тот же самый анализ гура оффера рост экономический шел во многом за счет рабочей силы просто была всеобщая мобилизация труда людей законами обязательной повинности и другими методами заставляли больше работать но по естественным причинам к 80-м годам этот источник иссяк людей только ограниченное количество вы не можете заставить работать больше людей чем существует в стране но и к тому же опять если вы помните времена юрий андропова то в начале 80-х приходилось заставлять людей работать уже довольно экзотическими методами посредством поимки их во время рабочего дня в кафе банях ресторанах и так далее и отправлениях обратно на рабочее место то есть в общем этот источник не только иссяк он стал в менее эффективно использоваться главным источником роста были инвестиции и инвестиции делать сильно много это было официально объявленная идеологическая постановка начиная со сталинской индустриализации то есть фактически с 28 года когда и начался социалистический этап развития нашей стороны доводь 28 года никаких принципиальных решения и не применение принималось по поводу того как экономика будет дальше развиваться это был период такой достаточно не четко выражены а начиная с 28 года вот именно эта индустриализация именно инвестиции именно в тяжелую промышленность это было главной главной экономической парадигмой и что очень интересное то что в основном эти инвестиции шли в новое оборудование мало в модернизацию старого вот это кстати важное отличие советских инвестиций от инвестиций в западных странах то есть если посмотреть на структуру этих инвестиций то примерно вдвое большая доля инвестиций на западе чем в россии шла на ремонт и модернизацию уже существующего оборудования в советском союзе предпочитали строить принципиально новое и на то были политэкономические причины естественно что в плановой экономике когда отчитываться начальник производства может только количеством произведенной продукции ему выгоднее построить лишнюю лишние мощности построить дополнительный цех чтобы произвести больше того продукта который производит нежели чем отремонтировать и привести в рабочее состояние старый цех который который уже начинает потихонечку протекать и это во многом предопределила тоже плачевный конец советской экономики что касается общей факторной производительности и то несмотря на сильную научную базу внедрялась очень мало с одной стороны казалось бы все-таки советский союз послал первого человека в космос была такая мощная научная держава физические институты такие инженерная мысль как же так почему общей факторной производительность при этом не росла но опять таки если вы помните например самое начало перестройки там 86 примерно год очень много дискуссий как раз шло именно вот на эту тему задавались вопросом почему так получается что у нас так много изобретений так много инженерных разработок которые совершенно не внедряются которые остаются на бумаге потом они иногда даже вообще продаются за рубеж и за рубежом внедряются и начинают их использовать там ответ опять лежит в полит экономической плоскости в устройстве собственно плановой экономики если у менеджера у руководителя производства главная цель это отчитаться о выполненном плане то никаких стимулах к инновациям у него нету ему проще выдать на гора то что он привык выдавать произвести то что он привык производить ему общем то не так важно улучшается ли качество или нет а если он больше произведет чем нужно ему могут увеличить план на следующий год а этот в общем то мало приятного а если он ведет инновацию она вообще не не получится любая инновация то риск тогда он не сможет отчитаться в полном плане и будет плохо в общем стимулы были таковы что инновации инженерные мысли которые собственно были они не использовались поэтому с модели соло понятно почему рост замедлился мы росли за счет увеличения капитальных мощностей без увеличения общефакторной производительности поэтому в конце концов у этого роста обязана была но этот раз обязан был прийти к своему логическому завершению и вот отсюда если пытаться почему-то не хочет пока можно почитать этот слайд ну что ж у нас осталось при на 15 минут и давайте поразмышляем о том чего мы пока еще не знаем исходя из вот этой классической модели экономической уже на модель соло является базовой моделью экономического роста если вы послушайте любой курс по экономическому росту с этого все начнется она может объяснить многое и я попытался вас в этом убедить но она не может объяснить все как и любая другая модель самый главный недостаток это то что она совершенно не учитывает стимулы людей а в общем то вся экономическая наука это наука стимулах поэтому модель соло грешит тем что она игнорирует всю экономическую науку откуда рост модели соло это просто технический прогресс и накопление капитала которое происходит механически благодаря тому что долю с нашего производства мы инвестируем это не является источником роста это механизм рост это механика роста если мы думаем об источнике то нужно думать о человеческих стимулах и я всегда говорю что экономика растет потому что люди хотят больше есть и меньше работать вот это единственный мне известный источник роста над не очень удовлетворительный ответ потому что люди хотят больше есть и меньше работать везде но почему-то в некоторых странах получается в некоторых нет поэтому какие-то различия все-таки есть и нужно это понимать ну чтож предположим что вы правительство и мы думаем что же надо изменить для того чтобы экономика начала расти то есть какие стимулы почему естественные стимулы людей улучшать свое благосостояние и внедрять какие-то новые технологии какие-то новые методы производства больше работать учиться эти естественно стимула не есть они должны приводить как технического прогресса накоплению капитала почему эти естественно стимулы не срабатывают каких-то странах что что не так что нужно менять но мы видим что для развивающихся стран важнее всего стимулировать именно инвестиции потому что это ускоряет догоняющие развитие и увеличивает его п в стационарном состоянии даже не самое важное главное что это ускоряет догоняющие развитие то есть мы должны строить для того чтобы попасть на тот же уровень что и развиты страны а потом надо будет переключиться на инновационную деятельность значит нужно стимулировать сбережение инвестиции теперь развитые страны они растут только за счет новых технологий значит им нужно сконцентрироваться на каком-то стиле стимулирование научно-технического прогресса и неясно насколько нужно развивающимся странам это делать нужно ли вообще заморачиваться с научно-техническим прогрессом или важнее важнее вкладываться именно в инвестиции но наш президент объявил и то и другое его 4 и входят и и инновации и инвестиции ну не будем с ним спорить в общем наверное действительно и то и другое важно но важность инновации будет увеличиваться по мере роста по сравнению с инвестициями как стимулировать инвестиции ну что ж инвестиции на самом деле делаются не тогда когда я сказал что доля с нашего вп тратятся на инвестиции инвестиции делаются конкретными людьми только в том случае если это выгодно и безопасно и вот на это собственно экономическая и не только экономическая политика может повлиять то есть как можно сделать инвестиции выгоднее но можно прямым образом и делать налоговые вычеты договорить что если вы инвестируете эта часть ваших расходов вычитается не по крайне не вы не платите налогов с тех денег которые вы потратили на инвестиции на или наоборот устранением каких-то ненужных транзакционных издержек это бюрократических препонов и барьеров опять-таки когда речь идет про вашу страну об этом все время говорят что невозможно продраться через бюрократию даже если она честно попытается выполнить свои функции то есть даже если про коррупцию не говорить то просто элементарные излишне бюрократические процедуры они делают любые инвестиции менее выгодными и поэтому фирмы предпочитают отказываться от них развитие инфраструктуры 3 медведевская и даже если бюрократия прекрасно работает политическая система отличная но если вы хотите построить завод нужно чтобы к нему элементарно была дорога и какие-то другие какие-то другие коммуникационные коммуникации как сделать инвестиции безопаснее но здесь мы поступаем уже к четвертому медведевскому и институтом что такое институты института это правила и ограничения которые вырабатывает общество это законы это правоохранительная система это какие-то традиции которые есть в стране и поэтому защита прав инвесторов и эффективно работающие правоохранительная судебная система оказывается необходимым условием для этих самых инвестиций если этого всего нет тогда понятно что никаких инвестиций не будет и поэтому мы можем сколько угодно инновации придумывать это не будет отражаться в экономическом росте поэтому для того чтобы была одна медведевская и нужно как минимум еще две медведевских и в виде инфраструктуры и институтов тоже обеспечить и это отдельная большая тема однако если не будет сбережения то инвестиции тоже не будет да то есть нужно откуда-то брать источник денег для этих для этих инвестиций можно эти деньги взять и за рубежа но за рубежа плохо брать потому что потом платить обратно придется то есть нужно просто какую-то долю нашего ввп тратить на на сбережение то есть отказываться от текущего потребления и как-то правительство тоже должно стимулировать сбережения как это сделать тоже непонятное сбережение это личный выбор каждого из нас и особенно в нашей стране в которой люди потеряли свои сбережения как минимум дважды за последние 20 лет про стимулировать людей больше сберегать довольно довольно сложно ну а зачем люди вообще сберегают то есть как можно стимулировать сбережения но есть разные стимулы на пенсию на наследство просто на черный день люди это делают не просто так можно прямым образом использовать эти стимулы да например почему многие страны приходят на накопительную пенсионную систему систему когда пенсии платятся не из не из кармана текущего работающего поколения а из ваших собственных накоплений которые вы делаете во время во время своего рабочего периода жизни то накопительная пенсионная система она стимулирует сбережения да вы откладываете себе на пенсию и эти пенсионные накопления является важным источником инвестиций во многих странах про налоги на наследство тоже многие экономисты говорят что ни в коем случае они не должны быть высокими потому что если я знаю что после моей смерти все мое имущество будет уйдет в налоги и мои дети ничего не получат то я постараюсь все свое имущество проесть я постараюсь меньше инвестировать меньше накапливать меньше сберегать надо есть это убивает по стимул к к сбережениям но безусловно же стабильная финансовая система я должен верить что если я сегодня что-то сберег то послезавтра я получу получу назад и что не будет никакого очередного кризиса или гиперинфляции давайте здесь дальше пропустим если мы развитая страна и нам хочется стимулировать именно научно технический прогресс то есть на эту тему тоже есть огромная литература уже в рамках того что называется эндогенная теория экономического роста экономический рост который пытается не предположить технический прогресс объяснить технический прогресс и здесь тоже есть многие нормативные выводы о том как его можно стимулировать откуда берется естественный прогресс откуда берется научно-технический прогресс ну что же производители сами заинтересованы во внедрении новых технологий для того чтобы получать большие прибыли они по естественным причинам инвестируют в исследование разработки но возникают некоторые проблемы например возникает проблема так называемая проблема безбилетника до 1 фирма изобрела что-то а другая фирма тут же начала использовать то же самое изобретение поэтому выгоду получили все хотя вкладывал свои усилия в изобретение только один человек для того чтобы решить эту проблему и увеличить стимулы к разработкам к изобретениям то ввели систему защиты интеллектуальных защита прав на интеллектуальную собственность патентование авторские права и так далее то есть это самый минимум которое должно сделать государство которое пытается стимулировать у себя технический прогресс на и все развитые страны тратят очень много усилий именно в этом направлении государственное финансирование науки и инновации безусловно тоже является важной частью политики ориентированной на ускорение вот этого самого технического прогресса если одно изобретение выгодно всему обществу потому что все общество получает от этого выгоду то его имеет смысл субсидировать на государственном уровне но это для развитой страны для развивающейся страны встает очень важный вопрос на что все-таки делать акцент на инновациях или на имитации уже существующих лучших технологий то есть нужно ли медведеву свою четвертую и инновации поменять на и в смысле имитация что я имею ввиду дело в том что развивающиеся страны они пока еще не используют все те технологии которые есть в мире вообще и просто взяв и скопировав уже существующие технологии из развитых стран вы можете добиться большого успеха минимальными минимальными усилиями в общем-то именно так поступали всегда все быстро растущие развивающиеся страны в том числе те периоды модернизации которые были в россии и во время петра первого и во время сталина они были во многом основаны на попытке им имитировать те лучшие технологии которые уже существуют в мире и принести их в в нашу страну для этого есть как легальные так и нелегальные методы то легальные методы это покупка лицензии обучение за рубежом прямые иностранные инвестиции когда прежде приходит к нам иностранная фирма на приносит собой не только деньги но и какие-то навыки какие-то технологии а потом люди которые работают на этих производствах могут научиться и пойти на другие производства и и распространять эти навыки и технологии по всей экономике но безусловно что в истории очень много использовались нелегальные методы этой прямой промышленный шпионаж распространение пиратского программного обеспечения на которое многие развивающиеся страны смотрят просто сквозь пальцы и это в общем то такая негласная среднаправленная политика многих развивающихся стран которые страны которые говорят да мы будем бороться с распространением пиратского обеспечения программного но при этом в реале ничего для этого не делают не буду называть из стран и все знают и опять таки это политика которая довольно смысле отсюда вообще вопрос часто возникает нужно ли вообще развивающимся странам защищать права на интеллектуальную собственность потому что если вся идея это пытаться привлечь к себе побольше побольше уже существующих каких-то разработок то может быть надо закрывать глаза на воровство вот в этом в этом направлении и надеяться что тогда лучшая технология распространяться но опять таки это вопрос нет не только и не столько экономической сколько морально-этический но тем не менее как показывает практика очень часто экономика над этикой здесь начинает доминировать в действии многих правительств но и последнее это собственно институты про них можно говорить и по моему кто-то будет говорить отдельно довольно много институциональная экономика это очень важная современная часть экономической науки которая которая основывается на фактически двух наблюдениях наблюдение номер один экономисты за последние сто лет довольно много поняли о том как правильно проводить экономическую политику чтобы экономический рост был максимальным второе наблюдение правительство систематически не слушаются этих советов и делают все наоборот вопрос почему то ли они книжки не читали или то ли у них есть другие какие-то соображения и социальная экономика это то именно что говорит в пользу второго варианта что те люди которые принимают решения они руководствуются иными стимулами чем максимизация и ускорение экономического роста если у в руководстве страны доминируют там не знаю какие-то малая кучка олигархов для них важнее не развивать хорошие институты которые защищают права собственности и делают инвестиции более выгодными а наоборот пытаться создавать институты которые позволят им отбирать чужую собственность и поэтому эти институты не будут не будут стимулировать дополнительные инвестиции да то есть вопрос том какие есть какие есть стимулы у тех людей которые на данный момент имеют политическую экономическую власть они могут строить институты то есть правила поведения те рамки в которых мы существуем не те которые выгодны всему обществу а те которые выгодно выгодны этим людям поэтому правовая система политическая экономическая стабильность которые очень важны для экономического роста они могут могут страдать именно из-за отсутствия от этих правильных стимулов у тех людей которые принимают решение собственно именно этим объясняется например то наблюдение что демократические системы которые максимально ограничивают право и возможности руководителей страны принимать там те или другие решения и демократические системы появились примерно тогда же когда и произошла произошла индустриальная революция индустриальная революция сделала необходимым большие инвестиции и люди которые готовы были делать небольшие инвестиции они требовали защиты прав на эти инвестиции защиты прав собственности и поэтому именно тогда произошло полное свержение абсолютных монархии в европе которая и и вместо этих монархий появились другие системы которые были основаны на разделении властей на том чтобы не дать никакой ветви власти слишком много силы и дать им возможность строить неправильные институты которые основаны на отъеме чужого они на защиты на защите прав да россия в этом смысле отставала конечно всегда то есть один из примеров которые используют экономисты в данной связи это например строительство железных дорог когда тогда железные дороги уже начали строиться по всей европе в начале 19 века в нашей стране николай 1 блокировал строительство железных дорог потому что он понимал что если будет развиваться железнодорожное строительство тогда будет развиваться и промышленность а если будет развиваться промышленность то появятся богатые люди которые будут претендовать на на власть ему это было не нужно поэтому фактически он блокировала экономический рост посредством отказа от развития инфраструктуры а тот царь при котором транссибирской магистраль все-таки построили николай второй он собственно и поплатился ровно из-за этого потому что произошла довольно бурная индустриализация страны и в конце концов те самые рабочие феврале 17 года вышли на улицу и скинули скинули царя поэтому поэтому правила игры они определяются исходя и из той политической системы которая в данный момент есть стране задача любой политической системы это зафиксировать правила игры и создать систему их защиты вот там где не получается то сделать там соответственно не будет этих инвестиций не будет приближение к тому стационарному состоянию которое мы с вами обсудили в рамках модели соло поэтому это как раз объясняет почему модель соло не сработало в африке не сработало в латинской америке не сработало во многих других странах которые пока за 10 тысяч лет так они пришли к стационарному состоянию вот в общем то и все извините немножко дольше говорил чем хотел если у вас есть какие-то вопросы вы можете с помощью поднятия руки получить этот микрофон или если вы никак не можете получить его и здесь есть второй микрофон который сейчас включу и можете спасибо за хорошую лекцию значит такой вопрос нитше в свое время говорил что нужно обращать внимание не только на то аж о чем говорят но и о чем молчат и даже в большей степени если вы здесь не коснулись двух моментов первый момент это процент разворовывания инвестиций допустим в россии и в америке в германии в китае за что там и так далее это первый вопрос а второй вопрос это разрыв между бедными и богатыми и сейчас мы видим ситуацию каире и так далее и к чему это может привести спасибо большое да спасибо это действительно оба вопроса важные что касается первого то есть процент разворовывания инвестиций я бы сказал что неявно это свойство зашито внутри функции производства то есть но показывает насколько вырастет производство если мы делаем какие-то инвестиции соответственно если все эти инвестиции действительно правильно и хорошо идут в дополнительное производство тогда отдача от инвестиций будет большая если же доля от этого просто будет разворованные визина на канары то в таком случае отдача от этих инвестиций будет маленькая поэтому можно это просто вот зашить внутри но зашить внутри конечно значит спрятать это значит не обращает это внимание просто и абстрагироваться от этой мысли. Но если действительно обращать на это пристальное внимание, тогда можно много интересного здесь тоже обсудить. Вопрос, конечно, тоже важный, кем разворовывается. То есть это разворовывается непосредственно частным агентом, который делает эти инвестиции, или же разворовывается государством, которое фактически накладывает дополнительный налог на инвестиции частного агента. Во втором случае мы уже прямым образом подходим к этим институтам, к выгодности и безопасности инвестиций, и воровство, безусловно, подавляет стимулы к инвестированию. Второй вопрос по поводу неравенства. На эту тему тоже очень много литературы, и эта литература делает аргументы в обоих направлениях. То есть разрыв между бедными и богатыми. Это хорошо для роста или плохо. С одной стороны, есть хорошее свойство неравенства, что если неравенство действительно отражает то, что тот, кто более эффективно работает, кто больше старается, тот становится богатым, то неравенство создает стимулы для экономического роста. Люди, которые пока бедные, они смотрят на богатых и говорят, я тоже хочу быть богатым, поэтому я буду много работать, тоже стану богатым. Это дает им стимул работать. Любая уравниловка, особенно посредством прямого налогообложения и распределения существующих средств, она подавляет стимулы. Человек говорит, зачем я буду учиться, зачем я буду работать, если потом все равно меня обложат налоги и раздадут деньги по остальным. Но это как бы только хороший аргумент. Есть и противоположный аргумент, который как раз вы привели, что то, что происходит в том же Египте. И если люди считают, что богатство это не результат усилий честных, а результат нечестных усилий и результат везения элементарного, кстати, вот на эту тему ведь Алисина, который здесь выступал, у него целая книга есть, сравнение. Американцы, когда у них спрашивали, почему богатые-богатые, они, как правило, отвечают, ну потому что они много работают. Если европейцы спросить, почему богатые-богатые, европейцы, как правило, ответят, потому что им повезло. Ну, наверное, и там, и там есть какая-то доля истины. Но если я смотрю на то, что электрии-богатые, думаю, что это чистое везение, а то и просто элементарное воровство, то это, естественно, никаких стимулов мне не даст. Это только меня обозлит и приведет меня с большей вероятностью на улице, где я с вилами буду бороться за то, что другие люди, на мой взгляд, нечестно получили. Поэтому эффект от неравенства в данных скорее отрицательный, чем положительный. То есть скорее вот этот второй аргумент доминирует над первым, что скорее неравенство, как правило, воспринимается как нечто нечестно, несправедливое и вызывает столкновение внутри общества, которое подавляет экономический рост, создает политическую нестабильность, чем создает стимулы больше работать. Но эти исследования меня не до конца убеждают, хотя я вполне верю в эту историю, но считать ее за езд, наверное, я никаким образом не готов. Благодарю за лекцию. Вопрос такой. Исходя из того, что вы рассказывали, получается, что все-таки развивающиеся страны имеют больше возможностей для роста. И по идее расти должны быстрее. Ну и так мы видим, что для развитой страны 2% в год это уже успех. Далеко не у всех такое есть. Развивающиеся страны могут 8-10% совершенно спокойно давать. Тем не менее, посмотрев те таблицы, которые вы сегодня упоминали за 100 лет и сравнив все страны, я обнаружил, что разрыв между видными и богатыми вообще не изменился. За очень редким исключением, там вроде Южной Кореи, там буквально по пальцам одной руки можно пересчитать, разрыв не изменился. Как так получилось, что за 100 лет, по сути, все страны растут с одинаково использованием? Ну, во-первых, я хочу рекламировать...